Так здесь звучит добро пожаловать. Посторонним вход точно запрещен. В 132 школе Барнаула ученики заходят по пропускным картам. Эти карты есть, конечно, только у детей. Он открывает дверь, это безопасно становится. Для взрослых это нельзя, для родителей. Нынешние выпускники начинали учиться в первом классе уже при повышенных мерах защиты. И школу без турникетов они себе не представляют. К организации в учебном заведении безопасных условий подключились и родители. Удобные для детей пропуски – это идеи мамы-пап. Это идея и инициатива родителей, это средства родителей, которые они сочли нужным потратить на то, чтобы и вход в школу также был по карте, либо через пропуск охранника. То есть если приходит кто-то посторонний, охранник связывается и принимает решение, пропускать школу или не пропускать. Уже все это правило, в нашей жизни это правило безопасности детей. И мы поспокойнее, что никто не может пройти. Поэтому здесь все правильно. Впрочем, турникеты могут быть установлены не в каждом образовательном учреждении. Специалисты различных служб проводят расчеты, исходя из количества учеников, площадей, коридоров и других аспектов, и вносят решение, где ставить турникеты, а где нет. Обязательные для всех следующие меры безопасности – тревожные кнопки. Ими оборудованы все 88 школ краевой столицы, сообщили в Комитете по образованию Барнаула. Также во всех школах есть металлодетектор или ручной металлоискатель, а в некоторых образовательных учреждениях и то, и другое. Общие требования к ограждению школ. Забор должен быть достаточно высоким и цельным, чтобы не было возможности пролезть через звенья. А сотрудники ЧОПов, которые находятся в школах, должны пройти специальное обучение. Их главная функциональная обязанность на данный момент – на предупреждение. То есть, если они увидят по системе видеонаблюдения, что кто-то идет подозритель, нажимают кнопку тревожной сигнализации. Если произошло непосредственно что-то на объекте, также нажимают тревожную кнопку и стараются как можно быстрее оповестить всех находящихся о дальнейших действиях. Ольга Краюшкина работает здесь уже много лет. На тревожную кнопку нажимать не приходилось, но быть на чеку и сканировать входящих приходится постоянно. Неадекватный человек. Состояние алкогольного опьянения все равно и заметно хорошо. Наркотическое опьянение у них. Состояние тормозает. В принципе, в связи с тем, что я здесь работаю уже много лет, я знаю в лицо и родителей, и детей. В 2024 году из городского бюджета было выделено более 200 миллионов рублей для организации безопасности в школах. Эти деньги используют не только на оснащение оборудованием, но и на обслуживание уже установленных тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, а также на заключение договоров с ЧОПами. Но полагаются не только на технику. Так, Барнаул уже трижды становился участником всероссийских учений по антитеррористической защите объектов. В городских школах учения проходят ежеквартально, в том числе с привлечением сотрудников МЧС и Росгвардии. Школа 132 не исключение. В первую очередь мы закрываем кабинеты, стараемся чем-то их подпереть, прячемся под парты, пытаемся создать какую-то минуту молчания, чтобы создать возможность того, что может быть нет вообще людей в классе. Вдруг такая ситуация произойдет, то мы будем готовы полностью обеспечить безопасность у себя и своих одноклассников или учителей. Разыгрывается не только сценарий проникновения в школу опасных людей. В ходе учений, например, могут отрабатывать действия при пожаре или чрезвычайной ситуации. Эти темы регулярно поднимают и на уроках основ безопасности и защиты Родины. Кстати, в этом году в 132-й школе должны установить еще одну техническую преграду для непрошенных гостей. Охранная сигнализация по периметру, которая будет срабатывать на прикосновение в ночное время, вот если там кто-то в окно что-то бросил или попытался в школу зайти, то есть это сейчас в процессе монтажа. Если дети уже давно привыкли к масштабному подходу к вопросам безопасности и ограниченному доступу в школу, то некоторые родители до сих пор возмущены такими строгими мерами, сообщает директор. Однако большинство мам и пап все-таки понимают и одобряют, а дети признаются, что все это помогает концентрироваться на действительно важных вещах. Когда обеспечена безопасность, когда ты чувствуешь это, то проще сосредоточиться на учебе, общаться с одноклассниками, не беспокоить о каких-то угрозах, каких-то внешних факторах и так далее. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.